Всем здравствуйте! Хотел сделать видео про Metal Madness или в очередной раз про GTA, но сегодня для ролика появилась крайне интересная и другая тема для обсуждения, ну или дискуссии. Она вам 100% понравится, потому что на русскоязычном или украиноязычном ютубе эта тема ни разу не поднималась. Дело в том, что в начале августа, то есть почти месяц назад, человек под ником Diago EC на основе кода версии для Sega Mega Drive, ну или Genesis, сделал порт первого Соника для SNES. Да, именно для SNES. Она же в Америке Супер Нинтендо, она же в Японии Супер Фомиком. Да-да, это реальность, вам не показалось, вам не послушалось, это именно рабочий порт для SNES, но при этом с небольшим подвохом, и дальше я объясню почему. Когда порт вышел, на англоязычном ютубе уже появилось несколько роликов, связанных с этим портом, и в основном это были просто геймплей, вот и все. Ничего такого интересного. Скажу сразу, я уже попробовал данный порт и даже смог его пройти. Его в интернете можно спокойно найти и скачать, и по крайней мере на эмуляторе SNES 9X он шел нормально, на реальном железе я не знаю, будет ли это хорошо все идти, но возможно человек с канала Red Hot Sonic это проверит, но об этом я точно не знаю. Хотя на самом деле уже проверил один человек, и даже опубликовал видео 4 августа. Вот такие вот дела. Давайте уже перейдем к самому порту. Вот так встречает нас игра. О музыке сразу скажу, что она приятная, вполне неплохая для SNES. И картинка. Она тоже вполне неплохая, но если сравнивать ее с версией для Sega Mega Drive, то по моему скромному мнению она кажется слишком насыщенной, слишком контрастной в отличии от версии для Sega Mega Drive. Хотя возможно вам покажется, что версия для Sega Mega Drive намного насыщеннее и контрастнее. Но опять же, мое мнение, это мое мнение, я считаю, что версия для SNES контрастнее и насыщеннее намного. Здесь опять же я свое мнение не навязываю, я просто говорю как есть. Ладно, с музыкой и картинкой мы разобрались. Давайте пройдем уровень. И это все, друзья мои. А что вы еще хотели? Вот как раз таки подходим к подвоху. Главной проблеме этого порта. Проблема заключается в том, что этот проект находится на стадии демо. Даже не бета, даже не альфа, а именно демо. То есть это сырой проект. Очень сырой и он требует доработки. Все потому что, например, у игры нету титульника, как было в оригинале. То есть игра начинается не с титульного экрана, а сразу с уровня. По поводу уровня тоже здесь все печально. Потому что здесь присутствует только Green Hill, третий акт. Первого и второго нет. На третьем акте в конце должен быть босс. А после босса капсула. Ну и этого здесь тоже нету. То есть ты уровень по сути не закончишь. Однако по желанию можно вернуться обратно. То есть самое начало уровня. Ну, это скажем так достоинство. Шучу. Музыка есть, но звуков практически нету. То есть игра глухонемая. Да, есть музыка, но она не сильно спасает, да еще и повторяется. А мониторы здесь есть. Но монитор неуязвимости, например, не работает. И, наверное, крайний недостаток это бессмертие. То есть ты стоишь, допустим, на шипах. У тебя нету колец, но ты все равно стоишь и не вздыхаешь. Что ты охуня, блин? Это тоже неприятный момент. Нужно все-таки исправлять. Вот и, в принципе, небольшой обзор. Это все, что я здесь рассказал. Да, мало. Но и в самом проекте тоже мало чего есть. Это все-таки демо, как я уже сказал выше. Поэтому нам стоит ждать еще одну версию, в которой, возможно, некоторые баги исправят. Все. Не забудьте подписываться на канал и ставить лайк под этим видео. Все. Всем удачи. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok